Беседа 43-я, Матфея 12-38. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Рот лукавый прелюбодеянный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Может ли быть что-нибудь, не говорю нечестивее, а безумнее этого?» После стольких знамений фарисеи говорят так, как будто бы ни одного из них не было, «Хочем видеть от тебя знамение». Для чего же так они говорят? Для того, чтобы уловить Иисуса. Так как Он уже много раз словами Своими заграждал им уста и обуздал бесстыдный их язык, то вот они снова обращаются к делам. Девясь этому, евангелист опять повторяет слова, «Тогда, тогда сказали Ему некоторые из книжников». Тогда, когда же это? Когда следовало Его преклонить голову, когда надлежало исполниться удивлением, когда не оставалось ничего более, как прийти в изумление и уступить. А они и тогда не отстают от своего лукавства. И смотри, как в словах исполнены ласкательство и притворство. Они надеялись этим заманить Его в свои фети. Только что перед тем они поносили Его, а теперь льстят. Только что называли Его беснующимся, а теперь величает учителем. Но и то, и другое говорят злым намерением, хотя слова их совершенно не сходны одни с другими. Вот почему и Спаситель обличает их теперь весьма строго. Когда они грубо предлагали Ему вопрос и поносили Его, Он отвечал им кротко. А когда стали льстить Ему, Он обращается к ним со всей строгостью, извекает против них слова поносные, показывая тем, что Он выше и той, и другой страсти. И что как тогда, не могли они рассердить Его, так теперь свои лести не могут смягчить Его. После этого вникнет свойство Его поношений. В них ты увидишь неругательство, обнаружение злонравия фарисеев. Что говорил он? Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Смысл этих слов таков. Чему делиться, что вы так поступаете со Мною, которого доселе еще не знаете, когда вы так же точно поступали с Отцом Моим, которого могущество видели из столь многих опытов? Сколько раз вы оставляли его, отбегали к демонам, привлекая к себе этих злых друзей, в чем многократно упрекал вас и пророк Изекииль? Спаситель, говоря это, давал разуметь, что он единомыслен со Отцом и что они действуют так же, как и прежде, а вместе с тем обнаружил сокровенные их мысли и уличал их, что они лицемерно и как враги просят от него знамения. Он потому и называет их родом лукавым, что они всегда были неблагодарны к своим благодетелям и, принимая благодеяния, делались еще худшими, что служит признаком крайнего злонравия. Прелюбодейным родом назвал он их указывая и на их прежнее, и на настоящее неверие. И на этом предложил новое подтверждение того, что он равен Отцу, поскольку именно и неверие в Него делает человека прелюбодейцем. Потом укорив их, что говорит далее, и знамения не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Здесь уже предначинает он слово о своем воскресении, и в подтверждении его указывает на прообразование. Что же скажешь ты, разве не дано фарисеям другого знамения? Не дано, когда они того просили. Спаситель знал их ослепление и потому творил чудеса не для их убеждения, а для того, чтобы других людей исправить. Можно и в этом смысле понимать данные слова, или можно видеть в них тот смысл, что фарисеи не получат уже знамения, подобно упомянутому. Знамение дано было им. Когда именно в собственном наказании они познали силу Господа. Итак, здесь он указывает прикровенно на это будущее наказание, и угрожая им, как бы так говорит, «Я оказал вам тысячу благодеяний, но ни одно из них не привлекло вас ко мне, и вы не захотели почтить с благоговением мое могущество. Итак, вы узнаете мою силу из дел противных, когда увидите ваш город разоренным до основания, когда увидите разрушенными стены и храм, обращенным в развалины, когда лишитесь прежней свободы и гражданского устройства, и вновь будете скитаться повсюду, как беглецы и бездомные». Все это исполнилось после крестных страданий. Так вот, что будет постаново вместо великих знамений. И в самом деле, не величайшее ли это знамение, что бедствия, претерпеваемые иудеями, доселе одинаковы и неизменны, и при всех попытках никто не мог облегчить наказание однажды на них наложенного? Впрочем, здесь не говорит еще Спаситель об этом прямо, предоставляя яснейшее раскрытие последующего времени. А теперь открывает слово о своем воскресении, в истине которого они удостоверятся теми самыми бедствиями, которые впоследствии времени должны будут претерпевать. «Ибо как и он был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Не сказал ясно, что он воскресен, потому что они стали бы смеяться над тем, а предвозвестил это прикровенно, впрочем, так, чтобы они могли поверить, что он знал это еще прежде. И они точно поняли смысл его предречения. Так это видно из их слов к Пилату. «Ибо этот обманщик, когда еще был жив, говорил, что после трех дней восстану». Между тем ученики Христова, будучи менее их сведущие, не разумели этого, потому-то фарисеи сами на себя и навлекли осуждение. 452. Заметь, в какой точности выражает Спаситель даже и прикровенное свое пророчество. Не говорит он в земле, но в сердце земли, чтобы ясно означать свое пребывание во гробе. И чтобы никто не подумал, будто смерть его была только одно призрачное явление. Для того же предназначает он и три дня, чтобы никто не сомневался насчет его смерти. Так что не только крест и очевидность для всех, но и самое количество дней должны служить доказательством ее. А воскресенье должно было свидетельствовать все последующее время. Между тем, кресту многие не стали бы и верить, если бы не было тогда многих знамений, свидетельствовавших о нем. Если бы не поверили кресту, не поверили бы и воскресенью. Потому-то и называет Спаситель крестную смерть знамением. Если бы он не был распят на кресте, не было бы дано и знамение. Вот почему представляет он и прообразование для большего удостоверения в истине. Скажи мне, в самом деле, разве пребывание Ионы в очреве китовом была одна мечта? Нет, ты не можешь этого сказать. А следовательно и пребывание Христа в земле, в сердце земли, не могло быть мечтою. Не может быть, что прообразование совершилось истинно, а сама истина осталась мечтою. Потому мы во всем и возвещаем смерть Христову, и в святых тайнах, и в крещении, и во всех других священных действиях. Потому и апостол Павел громко взывает, а я не желаю хвалиться ничем, разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6.14. Отсюда видно, что зараженные уже учением Маркионовым, суча до дьявола, потому что они изглаждают ту истину, для утверждения которой все сделал Христос, и для уничтожения которой все усилия употреблял дьявол, я разумею, крест и страдания. Для того и в другом месте предвозвещал Господь и говорил, разрушьте храм сей, и а в три дня воздвиг на его, и еще придут дни, когда будет взят от них жених. А здесь сказано, и не даст своим знамения, кроме знамений он и пророки. Пророка показывает им, что он пострадает из-за них, но они не приобретут от того никакой пользы. Что он и выразил явственно в последующих словах. И несмотря на то, что он знал об этом, он все же благоволил умереть за них. Столь велика была его любовь. А чтобы кто не подумал, что и с иудеями произойдет то же, что и с неневитянами, и что подобно этим иноплеменникам, которых обратил Господь, прицая впереди их взоры, близко разрушение их города, и они после воскресения Христова раскаются и обратятся, «Послушаем, что далее говорит Спаситель?» Он возвещает совершенно тому противное, что иудеи не только не извлекут никаких благотворных плодов из его воскресения, но и будут терпеть неисцельные бедствия. Это дает он разуметь, представляя пример одержимого духом нечистым. Но прежде того, он оправдывает самого себя, доказывая, что не он виновен в тех несчастьях, которым они подвергнутся, и что они будут терпеть справедливые наказания. В примере Весноватого он предначертывает имеющие постигнутые их заключения и запустения, а теперь показывает, что все эти злоключения они понесут справедливо. Так делал он и в Ветхом Завете. Так, вознамерившись истребить Содом, наперед оправдал себя в беседе с Авраамом, показавший ему совершенное запустение и оскудение добродетелей в тех городах, если уж там не нашлось и десяти мужей, живущих целомудренно. Подобным образом и Лоту дал видеть злобу против странников и неистовое похотение садомлян, и потом уже не звел огонь на их город. Так поступил он и во время потопа, оправдав себя самыми делами перед Ноем. Так показал он свою правду Эзекиилю, когда представил перед взорой его в Вавилоне все зло, какое происходило в Иерусалиме. Так благоволил оправдать себя перед Иеремией, когда сказал ему, не молись, и присовокупил. Не видишь ли, что они творят? Иеремия 7.16. То же самое делает он и во всех подобных случаях. Так делает и здесь. Что же именно? Говорит он. Не невекяне восстанут на суд, сродом семья судит его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Ион араб, а я владыка. Он вышел из хрева Китова, а я воскрес от смерти. Он проповедовал разрушение, а я пришел благовествовать царствие. И жители Нинерии поверили ему без всякого знамения. А я представил много знамений. Они не слыхали ничего, кроме грозных слов пророка. А я показал вам все сокровища высшего любомудрия. И он явился в Нинерии как служитель Божий. А я сам владыка и Господь всяческих. И пришел не с угрозами, не с требованием отчета, но с прощением. Жители Нинерии были язычники. А с вами обращались столь многие пророки. Об Ионе никто не пророчествовал, обо мне все. И дела мои совершены согласно с пророчествами. Он убежал от лица Господня, думая, устраните от осмеяния. А я наперед, зная, что буду распят и поруган, пришел в мир. Он не хотел перенести и униженить, чтобы видеть спасенными Ниневитян. А я претерпел смерть. И смерть позорнейшую. И после этого еще посылая других проповедовать. Он был среди Ниневитян, пришлец и чужестранец. Никому не знаем мы. А я ваш сродник по плоти, происходящий от тех же прародителей, от которых происходите и вы. Но кроме этих непререкаемых преимуществ, еще многое других откроет всякий, кто размыслит об этом прилежнее. Не ограничиваясь указанием на Ниневитян, спаситель представляет и другой пример. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Этот пример еще убедительнее прежнего. И он отошел к Ниневитянам. А Южная царица не хотела дожидаться того, чтобы Соломон посетил ее, но сама пришла к нему. И решилась на это, не удерживаясь ни тем, что она была женщина, ни тем, что происходило от иного племени, ни дальностью расстояния. Решилась не понуждаемой ни угрозами, ни страхом смерти, а единственной по любви к мудрым наставлениям. И вот здесь больше Соломона. Соломон, не выходя из чертогов, принял пришедшую к нему жену. А я сам пришел к неимущим меня. Соломон принял царицу, подвившуюся от концов земли. А я сам прихожу, прохожу города и селения. Соломон беседовал с нею о деревах и растениях. И от этих бесед не могла она получить большой пользы. А я предлагаю беседы о неизреченных вещах, а о страшнейших таинствах. Таким образом, осудивши фарисеев и неоспоримо доказавши, что они грешат непростительно. Что их непокорство происходит не от слабости учителя, но от собственного их злонравия. Доказавши это и примером неневетян и царицы южной, и другими различными доводами. Спаситель говорит наконец и о наказании, имеющем постигнуть их. И говорит прикровенно, впрочем так, что притча его должна была возбудить в них великий страх. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших в себя. И вошедшие живут там. И бывают для человека того последние хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Этими словами Христос показывает, что не только в будущем веке, но еще и здесь фарисеи подвергнутся тягостнейшим наказаниям. Перед тем он говорил, восстанут мужи Неневии, на суд и осудят род сей. Фарисеи, слышу это, могли подумать, что еще не скоро наступит время суда, и от того могли стать еще беспечнее. А потому, чтобы пресечь им всякий повод к нерадению, Спаситель представляет им теперь страшные бедствия, предстоящие им еще в этой жизни. Подобными бедствиями угрожал им и пророк Исоя Исаосия, говоря, «И будет, что пророк изумленный и человек духом носимый». 9.7. То есть они будут, как уже пророки, приводимые в неистовство и бешенство злыми духами, под именем пророка изумленного. Здесь, разумеется, уже пророк, каковы были гадатели. На это ужасное состояние указывает и Спаситель, и потому говорит, что они потерпят величайшее наказание. Видишь ли, как он всеми способами побуждает их к внимательному слушанию слов его, представляя перед взорой их и настоящие, и грядущие, и достохвальные примеры неневитян, и царицы, и страшные примеры погибели тирян и садомлян. Так поступали пророки, когда приводили в пример сынов Орехавовых, или невесту, не забывающую о своем украшении и поясе, или когда говорили, что вол знает своего хозяина и осел, ясли. Подобным образом и Спаситель, показав через сравнение с другими, всю тяжесть злонравия фарисеев, наконец говорит здесь и о их покаянии и наказании. Что же значит слова его? Если бесноватые, говорит он, избавятся от своего недуга и потом будут не родить о себе, то этим они привлекают сами на себя привидения, которые еще лютее прежних. В таком же состоянии находитесь и вы. И прежде вы одержимы были бесом, когда поклонялись идолам, когда заколали ваших сыновей в жертву демонам, и тем показывали в себе сильное бешенство. Но, невзирая на это, я все же не оставляю вас. Я изгонял из вас того беса через пророков, а потом пришел и сам, желая еще более вас очистить. Если же после всего этого вы не хотите внимать мне, если вы решились еще на большее злодейство, потому что закладь самого Господа гораздо больше и тягчайшее преступление, чем убивать пророков, то и потерпите за то несравненно более, нежели отцы ваши, бедствовавшие в Вавилоне и в Египте и пронитяухи первым. И в самом деле бедствия, постигшие иудеев при Веспасиане и Ките, были несравненно ужаснее прежних. Поэтому и сказал Господь, будет скорбь великая, какой не было от создания мира и не будет. Но не только это одно открывается из примера бесноватого, а еще и то, что они совершенно были чужды всякой добродетели, еще более подвержены действиям демонов, нежели прежде. Тогда, хотя они и согрешали, но еще были среди них и праведники. Еще присущ был промысл Божий, благодать Святого Духа, заботившаяся, исправлявшая их и совершавшая все, что ей свойственно. А теперь они совершенно лишатся попечения Божия. Так что их крайнее оскудение добродетелей, необыкновенное усиление бед и необузданное владычество демонов над ними будут их уделом. Вы сами знаете, как и в наше время, когда неистоствовал Ильян, превзошедший своим нечестием всех нечестивцев, иудеи сблизились с греками и как ревностно перенимали все их обычаи. Теперь они ведут себя, по-видимому, несколько умереннее и тише. Но это только от того, что боятся царей. Не будь этого страха, и они пустятся на больше неистовства, чем прежде, потому что в других злых делах они далеко превосходят своих предков. С величайшей ревностью занимаются чародеевством, магией и не знают меры удовлетворения и похоти. А в жизни общественной, несмотря на то, что они стянуты крепко и уздой, сколько раз они бунтовали и восставали против старей, этим и навлекли на себя тяжкие бедствия. Глава 457. Так и должно быть по суду правды. Кто однажды, освободившись от зол, не сделается благоразумнее, тот подвергнется наказаниям, которые гораздо тягостнее прежних. Спаситель для того и сказал, не обретает покоя, чтобы показать, что наветы бесовски непременно необходимо обрушиться на тех, которые не воспользовались своим избавлением. В самом деле, надлежало бы таким людям сделать все благоразумнее по двум причинам. Первая из них – мысль о тяжести прежнего страдания. Вторая – ощущение драгоценности и избавления. К этим причинам можно присовокупить и третью – угрозы, заставляющие опасаться, чтобы не случилось чего хуже. Но иудеи ни одним из этих побуждений не тронулись и не сделали с лучшими. Впрочем, сказанное теперь об иудеях относится не к ним одним, а и к нам. Если мы, просветившись и избавившись от прежних золов, опять прилипляемся к прежним порокам. За грехи, совершенные нами после просвещения, мы понесем более тяжкое наказание. Потому-то Христос и расслабленному сказал, «Вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И это сказано человеку, 38 лет лежавшему в болезни. Ты спросишь, что ж еще хуже этого могло с ним случиться? Могло постигнуть его наказание гораздо более жестокое и несносное. Не дай Бог нам на самом деле испытать все те страдания, какие мы можем подвергнуться. «У Бога наказаний много, но по множеству милости его, так и гнев его». Потому-то особенно и обвиняет он помилованные им Иерусалим, говоря через пророка Иезекиилю, «Видел тебя в мишени в крови, и омыл, и помазал, и было тебе имя в доброте твоей, но ты стал облудить с соседями твоими». Иезекииле 16, 6, 14, 26. «А потому и угрожается грешившему городу стихчайшими наказаниями». Мы же, внимая этому, помыслим не только о наказании, но и о беспредельном долготерпении Божьем. В самом деле, сколько раз мы впадали в те же грехи, а он все еще терпит нас. Но не будем беспечны, а напротив, исполнимся страхом. Если бы и фараон вразумился первой казнью, то не испытал бы последующих и не потонул бы вместе со всем своим войском в пучине морской. Я упоминаю об этом потому, что знаю многих людей, которые ныне, подобно фараону, говорят, «не знаю Бога» и не дают подвластным своим отойти от глины и кирпичей. Бог повеевает смягчить даже угрозы, а между нами сколько есть таких, которые не хотят даже облегчить и тяжелых работ. Но зато им уже не через чермное море предназначено переходить. Ему готовено море огненное, с которым чермное ни по величине, ни по качеству сравниться не может. Море несравненно обширнейшее и яростнейшее, которого волны все из огня, и огня необыкновенного и ужасного. Там зияет великая пропасть, пышущая лютейшим пламенем. Там повсюду увидишь пробегающий огонь, подобный какому-нибудь черепому зверю. Если же и здешний, чувственный, вещественный огонь, выскочив как зверь, из печи халдейской, напал на тех, которые сидели вне ее, то чего не сделает адский огонь с теми, которые впадут в него? Послушай, что говорит о дне суда пророки. День Господень неисцельный, ярости и гнева исполнены. Исайя 13, 9. Не найдешь тогда ни заступника, ни избавителя, не увидишь тогда кроткого и тихого лица Христова. Но как сосланные в рудники отдаются под власть людей немилостивых и не могут видеть никого из своих домашних и друзей, а только видеть своих надзирателей, так будет и тогда, и еще не так, а несравненно хуже. Здесь еще можно прибегнуть к царю и умолить его, и таким образом снять с осужденного оковы, а там это уже невозможно. Из ада никого не выпускают, и заключенные там вечно горят в огне и претерпевают такое мучение, которого и описать невозможно. Если никакое слово не может выразить тех лютых страданий, какие терпят люди, сжигаемые здесь, то тем более неизобразимы страдания, мучимых там. Здесь, по крайней мере, все страдание оканчивается в несколько минут, а там палимый грешник вечно горит, но не сгорает. Что же нам делать, если попадем туда? Я это говорю к самому себе. Но если ты учитель, скажет мне кто-нибудь, так говоришь о себе, то мне уже нечего и заботиться. Чем удивиться, что меня будут наказывать? Ах, нет, молю вас, пусть никто не думает искать подобного утешения. В этом нет ни малейшей отрады. Скажи мне, не бестелесной ли силой был дьявол? Не превосходнее ли людей был он? И однако же он пал. Что ж, разве может кто-нибудь подчеркнуть для себя утешение в том, что он будет мучиться вместе с дьяволом? Никак. Что было некогда со всеми египтянами? Не видели ли они, что и начальники их терпят казни, в каждом доме слышен плач? Могли ли они, видя это, утешить все, отдохнуть от горести? Совсем нет. Как это и видно из их действий впоследствии, когда они как будто гонимые, каким огненным бичом, все предстали при царя и заставили его отпустить народ еврейский. Как нелепо это считать утешением, что наказывается вместе со всеми, и говорить, как все, так и я. Что же говорить о гиене, представь себе только одержимый с болезнью в ногах, и укажи им, что время, как они терзаются, чувством жестокой боли, на тысячи других людей, страждущих, еще более, чем они. Они не поймут тебя, потому что сильная боль не дает ни малейшей свободы размышлению, чтобы можно было подумать о других и найти в этом утешение. Итак, не будем питать себя такими пустыми надеждами. Извлекать в себе утешение из бедствий, претерпеваемых ближним, можно разве только тогда, когда собственные страдания довольно сносны. Но когда мучения выходят из границ, когда вся внутренность кипит, когда душа и себя самой уже узнать не может, тогда откуда почерпнет она утешение? 459. Итак, все эти слова – один только смех и басни несмысленных детей. Утешение, о котором говоришь ты, имеет место только в легкой скорби, только в сносной печали, когда услышим, что и другой тоже терпит, да и то не всегда. Если же и в сносной печали оно остается иногда вовсе бессильным, то тем более той невыразимой болезни и тоске, которая обнаруживается с крежетом зубов. Зная, что тяжело и неприятно вам слышать от меня такие слова, но что мне делать? Я не желал бы говорить об этом. Я рад бы был и в самом себе, и во всех вас сознавать, добродетель. Но когда почти все мы живем во грехах, то даруй Боже, чтобы я мог породить в вас истинную печаль и коснуться самого сердца моих слушателей, тогда я был бы спокоен и перестал бы говорить об этом. А теперь я страшусь, чтобы некоторые из вас не пренебрегли словами моими и за пренебрежение и невнимательность не подверглись бы большему наказанию. Если бы какой-нибудь раб, слыша угрозы господина, пренебрег ими, то, конечно, разгневанный господин не оставил бы его ненаказанным, а наложил бы на него за это тягчайшее наказание. Итак, умоляю вас, сокрушимся сердцем, слыша слово о гиене. Поистине, нет ничего сладостнее этой беседы, потому самому, что нет ничего горче самой гиены. Но как же, спросишь ты, может быть сладостна беседа о гиене? Потому именно, что они сладко не зеринутся в гиену, а напоминания о ней, кажущиеся несносными, предохраняют нас от этого бедствия. Кроме того, они доставляют нам и другую еще сладу, приучают наш дух к сосредоточенности, делают нас более благоговейными, возносят ум в наш горе, воскрыляют наши мысли, прогоняют зло и ополчение похотей, осаждающих нас, и таким образом врачуют нашу душу. Теперь, после напоминания наказания, позвольте мне сказать нечто и о стыде ожидающим нас, потому что как иудеев осудят неевитяне в день суда, так и нас осудят тогда многие, презираемые нами ныне. Итак, размыслим, какому мы подвергнемся осмеянию, какому осуждению, размыслим, и положим теперь же начало, и войдем в дверь покаяния. Я это говорю самому себе, прежде всех увещеваю к этому самого себя. Не гневайся никто, как будто бы я хотел осуждать кого. Вступим на узкий путь. Доколе нам предаваться изнеженности? Доколе лениться? Еще ли недовольно жили мы в беспечности, в смехе, откладывая обращения со дня на день? Или опять все останется по-прежнему, и богатые столы, и пресыщение, и роскошь, и жадность к деньгам, и любостижание, и охота строиться? Но какой же будет конец? Смерть! Какой конец? Пыль и прах, гроб и черви. Итак, начнем новую жизнь, соделаем землю, небом, покажем язычникам, каких лишены они благ. Взирая на благоустроенную жизнь нашу, они будут видеть образ старствия небесного, когда они увидят, как мы скромны, как свободны от гнева, от злых вожделений, от зависти, от любостяжания, как верно выполняем все обязанности, то скажут, если здесь христиане, соделываются ангелами, то каковы они будут по переселению отсюда? Если здесь, будучи странниками, они разливают такой свет, то какими они явятся, когда достигнут своего отечества? Таким образом, и язычники, смотря на нас, сделаются лучшими, и слово благочестие распространится столь же обширно, как во время апостолов. В самом деле, если двенадцать апостолов обратили целые города и страны, то подумай, каким успехом увенчаются наши труды, когда мы все, ревностно стараясь о доброй жизни, через это самое соделаемся учителями. Язычника не столько привлекает воскресший мертвец, сколько любомудрый человек. От первого он придет в изумление, а от последнего получит пользу. То было и прошло, а жизнь любомудрая пребывает постоянно, и всегда с поспешностью к доброму возделыванию души его. И так позаботимся о себе самих, чтобы приобресть и неверных. Я не предлагаю вам ничего неудобоисполнимого, не говорю, не женись. Не говорю, оставь город, устройся, устранись от дел общественных, но увещевает, чтобы ты, оставаясь при них, украшался добродетелью. Я желал бы даже, чтобы живущие в городах больше отличались с доброй жизнью, нежели удалившиеся в горы. Почему? Потому что из этого произошла бы весьма великая польза. Никто не сжигает светильника и не ставит его под кроватью. Поэтому ты желал бы я, чтобы все светильники поставлены были на свечниках, чтобы разливался от них великий свет. Вожжем же огонь этого света. И сделаем то, чтобы сидящие во тьме избавились от заблуждения. Не говори мне, я имею жену и детей, управляю домом и не могу этого исполнить. Если б ты ничего этого не имел, то оставался беспечным, то вника никакой не получил бы от того и пользы. А ежели и при всем этом будешь тщателен, то обогатишься добродетелью. Требуется лишь одно утверждение духа в добрых расположениях. Тогда ни возраст, ни бедность, ни богатство, ни множество дел и ничто другое не может быть нам препятствием. Ведь и старики, и юноши, и женатые, и обязаны воспитывать детей, и ремесленники, и воины, успевали исполнять все повеленное. Даниил был юноша, Иосиф был рабом, Акила был ремесленником, Парфира продательница управляла целым заведением, иной был стражем темничным, иной сотником, как Корнили, иной имел слабое здоровье, как Тимофей, иной даже бежал от господина, как Анисим. И однако ж никто из них не был удержан никаким препятствием, но все они вели достославную жизнь, и мужи, и жены, и юноши, и старцы, и рабы, и свободные, и воины, и простолюдины. Итак, не будем прикрываться бесполезными и пустыми извинениями, но утвердим в себе доброе намерение, тогда, какое бы ни было наше звание, мы без сомнения сохраним добродетель, исподобимся грядущих благ, благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.